Для произведения начислений требуются информационные системы, такие как биллинговые системы, платежные системы, требуется абонентский отдел, контактный центр. То есть эти все вещи необходимы управляющей компанией для того, чтобы взаимодействовать с жителями в части произведения начислений и сбора платежей. Делать это централизованно через платежного агента получается дешевле. С помощью Мособл ЕРЦ управляющие компании экономят деньги потребителей. Впрочем, пока жители многоквартирных домов в Ромашково этого не ощутили. Скорее, наоборот, сумма в платежках выросла. У нас есть одна головальная ошибка. Вот мы за однокомленный квартир до перехода в Мособл ЕРЦ платили в районе 3 тысяч, сейчас у нас в районе 9 тысяч. И у всех за 7 тысяч. И эта проблема не единична. Вопросов у жителей Ромашково по начислению оплаты за коммунальные услуги много. Они копятся с осени прошлого года. Задавали их по телефону колл-центра или в личном кабинете, но ответа так и не получили. Я писала в декабре, я писала в январе, для заявки в феврале. В конце февраля я дозвонила в колл-центр. Колл-центр не видит ни одного моего обращения в личном кабинете и не знает ответа. По платежам колл-центра ответить не смог. Перевести на считающего моего владителя они оказались. Мне приходит платежка, естественно, не по моим счетчикам воды. Естественно, с этим же капремонтом, вот это минус плюс, но вы как бы сейчас. Да, это вычислили. Я просто слышу, это у всех. Дозвониться невозможно, причем я очень надеюсь, что у вас отрабатывают все-таки, так скажем, входящие звонки, потому что меня послали на три буквы. Это не шутка, это было очень обидно и не смешно. Эта встреча – возможность напрямую задать наболевшие вопросы. Встреча жителей с представителями МОСОБЛ ЕРЦ прошла по инициативе общественной палаты округа. Представители платежного агента говорят – ошибки случаются, нужно разбираться. У нас в связи с большим количеством начислений и лицевых счетов могут происходить точечные ошибки. Мы их на своей стороне знаем. Мы не отказываемся от того, что у нас действительно есть куда расти. И мы их в обязательном порядке отрабатываем. По каждому лицевому счету нужно разбираться индивидуально. Для этого в МОСОБЛ ЕРЦ выделят специалисты, который будет работать с жителями Ромашково. Кроме того, в число поручений по результатам встречи вошел мониторинг качества воды и тепла, подаваемых в жилые дома. Присутствующие пожаловались на ненадлежащее качество оказываемых услуг. Общественная палата округа по-прежнему будет держать решение коммунальных проблем в Ромашково на контроле. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.